Подавайте обстановку в городе Италья Захарова. Есть общая информация у вас? Нет, это автобус, который ходит на дорогу, на вокзал. Все спасибо, говорят. Единственное, это очень огромная яма при въезде. Ну что мы запустили, может быть, хотя бы ее там заделать, потому что жалко автобусу. Он в этот раз там так проваливался, аж скрипело все. Алексей Сергеевич уже к нам обратился. Мы, в принципе, дали ему добро. Сими силами ремонт провел, если нужна будет помощь. Я сегодня как раз хотел по этому вопросу с ним переговорить, потому что нет. Ну, ладно, разберемся, хорошо. Ситуация на то, что мы были, сами знаете, в новую часть. Чистим подвалы, проводим самобработку. Там, где пострадало, запахом боремся. На 26-м доме к Ингисепскому кровлю закончили. Сейчас переходим на 24-й. На Восточной 3 приступаем к утолке цоколя. В третьем подъезде маленький косметический ремонт. В Тангуле делаем. На Федюнинского 13, вот подрядчики должны вот-вот завтраками, кроме швы начать делать. Заявления поступают. Слесарей перебросили дневников на ремонт подвалов, поэтому ремонт в квартирах по заявлениям оттягивается на 2-3 недели, к сожалению. И мало ли, если бы звонить, просто не хватает сил и на подвалы ремонтировать. Сейчас же у нас начались и промывки гидравлические испытания. С вчерашнего дня порывы. Все силы брошены на чердаки, подвалы. Ну, это каждое лето такое происходит. А так все в рабочей порядке. Лавочки на Пасторе 5 отремонтировали, Кенгисевского и Котовского 12 отремонтировали, на предельное 13, чтобы давать поручения отремонтировали. Хорошо. К концу дня. Откосы, первый откос мы почти завершили. Мы стали в тениевые стороны. По всему городу? По придомовой территории, да. Ну, я имею в виду по всем, да? Да, почти. Хорошо, сегодня поедем, посмотрим. Пошли, да. Вот остались завершие. Везде ушло. Да, из 19, 37 и 39, где у нас база была, подтопила. Часть инструмента пострадала. Сейчас все провели. Боремся. Хотели заказать цену обработку в СЭС, но они зарядили 10 рублей квадратный метр. У нас пострадало 5800 квадратных метров. Это 55 тысяч. Это дорого. Мы своими силами все делаем. Послезавтра проводим комиссию КЧС по данной ситуации, в этом пакет документов. Будем выходить уже на профильный комитет и городской области с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. Потому что, я так понимаю, с коллектором там дальше ситуация лучше не станет. Большой объем выполнен работ, я вижу. Особое внимание по неразграниченным территориям, по пустырям так называемым. Подготовьте предложение, какие нужны дополнительные силы для того, чтобы нам этот вопрос решить. И по дорогам, соответственно, сегодня видел уже угол Кингисепского и Гагарина, там уже дворники Миле, обочину. То есть там, где появляется песок, там, где появляется покошенная трава, то, соответственно, необходимо сразу это все делать. Пока не наросло, сразу убирать. И это небольшие затраты, трудозатраты, но необходимо сделать. По технике все в строю у вас. По технике все в строю, только вот компьютерный ремонт стоит, у которого вышла из строя коробка переключения передач. За это эффектуем и будем подать ремонт. Давайте ремонтировать, потому что да, лето сейчас начнется. Одну только просьба, можно организовать встречу с СЭСКО? Да, чтобы ограничить наши пределы. Алексей Львович, все равно, что порядка и вообще информации нет. Хорошо, держим на контроле наши все контракты по дорогам, по комфортной среде. Интересно, жалобы поступают от жителей, что не горит уличное освещение, то там не горит, то там не горит. То Юра пожаловала с корпорейшн, что у них там ночью не горит свет. Вчера вечером проехал, здесь все включено, все горит. Много жалоб было на эту неделю? Садовая, Псковская всю неделю не горела. Ну, я не могу сказать, потому что я вчера проехал, по городу все горит. Не знаю, в чем причина. Заходите. Нормально. Вадим Васильевич. Котельная работа, старт подражения. Продолжаем устранять дефекты после гагарбельских испытаний. Все мы уже устранили, еще 9 нарисовалось потихоньку, повыскакивали. Но все домашние потребители с горячей водой. 16 паровок было, да? Было изначально обнаружено 10, а еще 6 выскочили. Да, как бы у нас запланировано по Гагаринам, значит, нечетная сторона, вы понимаете, сеть там, часть, трубы заказом, но пока поставки нет. Хорошо. Восстановительная работа по предыдущему. Все делаем. Первая школа, этот объект, который мы вам давали подписание по восстановительным работам, по благоустройству. Там возле моряков? Предыдущий, да. Возле моряков сделано. Когда он значился? Я пока... На той неделе, значит, на опросном аппарате был разговор, значит, возле моряков там устранено. Устранено, да? Да, там, где я была наезжая. А где у вас еще какие адреса? Ну, я так сейчас не могу помнить. По всем устранено, либо только этот адрес? Ну, пока как бы было застрянуло внимание на вот этот объект? Нет, давайте вот, ну, вы все адреса свои знаете, мы вам уже неоднократно писали. Ну, пока как бы было застрянуло внимание на вот этот объект? Нет, давайте вот. Если вы не помните, Владимир Васильевич, вы тогда обращайтесь, мы вам напомним. Это хорошо, хорошо. Чтобы мы четко понимали. То есть к морякам я сегодня проеду, посмотрю. Хорошо, спасибо. Как у нас наша пожарная часть? Пожарная часть, две недели пожаров, честь не случилась. Ну, что происходит? Все нормально, да? Ну, вчера мы, да, в пользу случаям, вчера мы встречались с руководителями наших садоводческих обществ, обсуждали вопрос, хозяйственные вопросы и по мусору, и по пожарным водоемам. Вроде как сказали, что с вами взаимодействуют, с вашей стороны замечаний больших нет. Я с кем не виделся, с СНТ, огромное замечание по ним, это узкие проезды очень. Каждый хозяин соборщик пытается перенести и, соответственно, водоснабжение. Если на том же восточном, там есть искусственный водоем, но, к сожалению, в прошлом году было засушливое лето, и когда появился торфяник, этот водоем был просто пустой. Ну, у меня тогда предложение, мы договорились в ближайшее время собраться в течение лета, но тогда, если можно, вас тоже пригласим на этот разговор. Да, чтобы со своей стороны у вас карта есть, где, какие у нас есть места проблемные. Их обозначим, как минимум, да, и поймем пути решения, потому что, ну, это важный вопрос, когда, там, счет уже идет на минуты, вот, то любая возможность спасти строение, либо спасти людей. У нас началась программа лето, большинство школьников, подростков в школах закончилось, у нас начали работать трудовые бригады, у нас работают учреждения спорта и культуры, каждый день проходят какие-то мероприятия для тех детей, которые не уехали. Каждый день какое-то мероприятие для этих детей есть. Ну, и я хочу напомнить всем руководителям о том, что 12 июня у нас с вами государственный праздник, не забудьте вывести флаги. Ну, и на своих, скажем так, зданиях, учреждениях, да, но, если бы заказчиком мы там отработаем, и так же город у вас. Будет там выходной, праздник, у нас будет праздничный концерт, и город тоже должен быть праздничный. Я думаю, что у нас получится совместным усилием сделать, подготовить хорошие, интересные, насыщенные праздничные мероприятия. Я думаю, мы постараемся задействовать все сферы, все отрасли, все направления, которые у нас в городе есть, и собрать такую хорошую сбалансированную программу для жителей и прессы нашего города. Вопрос у нас начинается с вами летом, 25-27, контейнеры на пляже. Пометили этот вопрос? В ближайшее время это поставить. И на южный контейнер, который стоит, ну, я так понимаю, неизвестно, кто его поставил в свое время, это полотенчий настоя. Завтра в плаве. Да, надо будет проехать, посмотреть, там действительно... Уже все, сегодня, завтра уводим. Значит, Ингисепская-22, магнит. Мы постоянно внимание обращаем, вот эти фуры, которые подъезжают к магниту, это в районе магазина Светлова, они там разворотили всю плиту. Прямо подготовить... Да, подготовить новое обращение. Значит, в руки, я сам тогда Герасиму не пойду, буду с ним разговаривать. Потому что вопрос, вот я Владимиру Васильевичу тоже сейчас попросил на контроль взять, и по ЛАЭС, куда у нас много невосстановленных участков, которые необходимо восстановить. Значит, контейнеры частных секторов, опять же, Ингисепская-5, два частного сектора. То есть там вырастают мгновенно огромные кучи, ну, как-то надо с этим бороться, потому что там сегодня край по прослушившему. Дальше. Освещение. Вот всю неделю действительно были обращения людей, сегодня были противоположные обращения. 5 утра, почему горит свет, да? Поэтому можно когда-то пересмотреть световой график, в связи с тем, что у нас в того день может увеличиваться, 5 утра уже светло, это, в принципе, наши деньги, в части касающиеся экономики, это может быть, ну, наверное, в часиков 3-й. Четвертый. Включатель. У нас график, да, вчера я. Писал, да, да, да. Поэтому давайте посмотреть его, если он нормальный, рабочий, то, значит, его запускаем тогда. Если есть вопросы по времени, да, опять-таки, с учетом белых ночей. Значит, тепловая камера, Кингисепская, 5, за мусорной площадкой. Уже третий день парить там, ну, там, действительно, ну, это, во-первых, небезопасно. Владимир Васильевич, надо посмотреть, что там случилось, потому что, не дай бог, провалится какой-нибудь ребенок туда. Там трава по поясу, во-первых, ее не видно, а пар прям стоит, особенно, когда у нас под вечер становится попрохладнее, сейчас его не видно. Что-то там произошло, такое, довольно-таки серьезное. Смотрите, пожалуйста. Ну, и по благоустройству. Был вчера моряков, был вчера разручная тревога. Конечно же, при всем уважении, оставляй желать лучше. Правда. Надо подцепить песочкой, там, земельки и разровнять все. Правда, подседить. Что еще хотелось бы, улицу Матросово, вот забор вдоль бассейна. Ну, как-то надо, или обязать подрядчика, чтобы покосили все вдоль забора, потому что, ну, некрасиво, центр города. Они сегодня будут, сейчас напишусь. Там, получается, метров 30, наверное, вдоль дороги. Опять же, трава пояски. Как рождение, конечно. В прошлом году скосили. Понятно, что не до строя, понятно, что объект стадии строительства, но хотя бы подходы к нему были немножко устроены. Все, спасибо. В прошлой неделе приезжали проектировщики с представителями музейного агентства департамента по охране памятников. Мы обошли вокруг крепости и посмотрели возможность установки освещения, прожекторов освещения по подсветке крепостных стен. Значит, этот проект в работе, он будет разбит, как я уже ранее говорил, на этапы. Первый и второй, первый этап – это две стены, которые выходят на реку и на пункт пропуска таможена. Он будет реализован уже в этом году. Финансирование уже есть на это. Сейчас вопрос только определить места установки этих прожекторов. И я думаю, что где-то к концу лета уже начнется монтаж всего этого. Поэтому проект движется, он живой. В целом, проект будет как по внешним стенам, так и несколько внутренних стен тоже будут установлены. Освещение. Наша крепость приобретет уже совсем другой вид. Ну и главная загвоздка сейчас – это по сносу деревьев, которые вокруг, то есть там уже целый лес вырос вокруг крепости. И я думаю, что в ближайшее время тоже эти работы начнутся. Хотя бы те места, где будут устанавливаться вот эти вот прожектора, будут на земле монтироваться опоры. И на эти опоры уже будут ставиться вот эти вот осветительные все приборы. Ну и начнем, мы скорее всего сегодня проговорили с Эриком Манцевичем, начнем уже снос аварийных деревьев, работу по хронированию. Поэтому сейчас будем собирать те заявки, которые у нас уже есть от жителей, да, там, где действительно ситуация уже серьезная. Ну и по ходу работ тоже, то, что будет поступать, постараемся в этом году выполнить максимальный объем этих работ. Потому что действительно, да, это поля, другие деревья требуют уже внимания особого. Ну и, конечно, я думаю, что надо на следующий год нам обязательно запланировать это высадка новых деревьев, молодых. То есть, наверное, места, где мы будем сносить, нам нужно будет и вот этот вопрос тоже подтянуть, чтобы мы вот там какое-то количество деревьев высаживаем в городе. Город у нас красивый, город у нас зеленый, вот, и мы это с вами должны сохранять, где-то даже принадлежать. Поэтому общая информация у нас вся. Готовимся к Дню России, к государственному празднику. Я думаю, что все, кто здесь будут в городе, приходите. Ну и в конце тоже немножко позитива. Значит, мы уже выезжали со специалистами на Золотой пляж. Насколько вам комфортно здесь отдыхать, на этом пляже? То есть, какие условия? Очень комфортно. Очень комфортно? Да, замечательно. То есть, ну а как сейчас вот в данный... То есть, вас устраивает какая ситуация на пляже? То есть, достаточно песка, достаточно... Да, вполне. Все устраивает? Да. Вас устраивает вот какое состояние пляжа сейчас? Вполне. Вполне. Можно и получше, конечно, но в принципе... Из города, когда приезжаешь, и так хорошо. Из каменной джунглей, когда приезжаешь, отдохнуть. А скажите, насколько вас устраивает качество пляжа, которое у нас в Ван Горде есть? Конечно, никак не устраивает. Что пляж? Одно название. Ну, вы хотели бы, чтобы он изменился? Ну, а что конкретно? Что вас не устраивает в нем? Да, если это можно назвать пляжем. Пляж нормальный. Есть понимание. У нас вчера договорились с компанией «Скала». Они готовы помочь нам с песком. Мы в ближайшее время там сделаем благоустройство, привезем дополнительно песка и сделаем уже хорошую прибрежную зону для отдыха. Погода пока нам благоволит. Я думаю, что для жителей это будет хороший бонус. Особенно те, кто в отпуск собирается, чтобы место для отдыха будет хорошим, цивилизованным. Ну, плюс у нас там площадка для пляжного волейбола. У нас спортсмены тоже смогут открыть в ближайшие дни уже свой сезон. Поэтому эту работу мы начнем и завершим. Буквально там это или в последующей неделе. Все работы будут выполнены. Поэтому всем хорошей рабочей недели. Спасибо.